Добрый день, уважаемые дамы и господа! ТВ-клуб «Континент» всячески рекомендую, потому что там происходят встречи с очень интересными людьми, которые печатаются в газетах нашей медиагруппы, которые выступают в рамках программы «Радиоблог». И в тех роликах, что мы предлагаем, вы можете услышать что-то дополнительное к тому, что мы говорим, как правило, здесь в эфире. Ну, а сегодня у нас очень интересная встреча. Сегодняшний наш собеседник, точнее, собеседница из Израиля. Ее имя известно очень широко и за пределами этой маленькой, очень близкой нам страны. Ее зовут Лариса Амир. Ну, для начала я позволю себе, прежде чем мы начнем с ней говорить, небольшое вступление. Конечно, все помнят 1995 год, все помнят, что 4 ноября того года случилось то, что оборвалась жизнь тогдашнего премьер-министра Израиля Исха Харабина. Вот. И с того времени задержанный, как говорится, по горячим следам, Игаля Амир, находится под стражей, находится в тюрьме, осужденный пожизненно. Лариса, спустя, как память не изменяет, 9 или 10 лет, стала женой этого человека. Человека, которого содержат в одиночной камере. Человека, которого, в отличие от палестинских террористов, на сегодняшний день не ждет никакого непомилования и ничего другого. Как-то эта история у меня в голове где-то сопоставляется со случаем, который был в Америке, когда убили Джана Кеннеди. Там тоже был Ли Харви Освальд. Там была довольно странная ситуация. До сих пор многие не сильно уверены в том, что это сделал Освальд. В Израиле тоже много написано было о том, что это было очень странное убийство. Но, тем не менее, человек был осужден. Тем не менее, он сидит. И, наверное, сегодня Лариса сможет рассказать то, что вы вряд ли услышите от кого-то постороннего. Потому что она по сей день жена этого человека. И, собственно говоря, той информацией, которой владеет она, то, что может рассказать она, не расскажет вам никто. Итак, Лариса, спасибо, что согласились с нами поговорить. И добрый вам вечер. Добрый день. У нас вечер, у вас день. Добрый день, спасибо вам. Да, вот, ну, согласно вступлению, наверное, будут то количество вопросов, что у меня в голове, оно вряд ли уложится во время нашего эфира. Понимаете, ну, наверное, хотелось бы о самом главном. Расскажите, может быть, о сегодняшнем дне, даже в большей степени. Что сегодня происходит с Галем, как он там. Потому что почти четверть века он находится в заключении. Да, почти двадцать четыре года. Смотрите, Игаль Амир, Игаль, мой муж, он очень сильный человек. Он держится все эти годы, несмотря на то, что условия очень тяжелые. Это действительно одиночное заключение. И даже я, который знаком с ним много лет, и мы в этом году будем женаты вот уже 15 лет, и знакомым гораздо дольше. И даже мне трудно понять, как человек в таких условиях может сохранить ясность сознания, держаться и не пасть духом. Он очень много учится, очень много читает. И он действительно сильный человек, который на самом деле, как бы, много... Который постоянно следит за тем, что происходит в Израиле. Постоянно анализирует, естественно, возвращается к тому, что было. Ну, давайте вы будете спрашиваться. Хорошо. Ну, вот когда из тюрьмы вышел его родной брат Хагая, который тоже был осужден, и отбыл там свои, 16, да, по-моему, лет, насколько я читал. И, в общем-то, его фраза была по выходу «Я ни о чем не сожалею». То есть, первый вопрос, сожалеет ли и Галь о том, что было? Вы абсолютно правы, помимо Хагая, 16,5, если точнее, потому что получился срок 16 лет, и потом ему добавили полгода по совершенно абсурдному обвинению, что он якобы замышлял покушение на жизнь Шареля Шарона. Но это полный абсурд. Хагай, прежде всего, задавать вопросу Хагая Амиру, раскаивается ли он или нет, это не менее абсурдно, чем все остальное, потому что Хагай Амир – человек, который не сделал ничего. Хагай Амир – это вот тот потрясающий в нашей израильской реальности случай, когда человек действительно попал в тюрьму как брат осужденного, как член семьи. Вот эти вот наши какие-то очень давние, казалось бы, давно утратившие актуальность. Понятия, они здесь вполне применимы. То есть узнаваемо по той стране, откуда мы вышли? Вот, к сожалению, потому что Хагай в этом никак не участвовал. Член семьи врага народа, да? Ну, понятно. Член семьи врага народа. Хагай не был за поступок Игаля, и, честно говоря, он не был за… Если бы он знал об этом, он пытался его предотвратить, честно говоря, прежде всего, из заботы о брате, потому что он брата очень любил и любит, и он не хотел бы, чтобы его брат погиб или сидел, в тюрьме всю жизнь. И, в общем, все это знали. И он единственное, что сделал, он как-то поддержал брата, потому что считалось своим долгом, то есть высказал ему какую-то моральную поддержку. За это он получил 16 лет. Теперь, так что раскаиваться ему было не в чем. Да, ну, это просто я привел цитату. И Хагай в чистом виде жертва. Это то, что я хотела сказать про Хагай. Теперь Игаль. Игаль, с одной стороны, может быть и жертва, но, в общем, он, прежде всего, не жертва, потому что это человек, который принял осознанное решение. В своем поступке, ну, мы, как бы, немножко забегая вперед, вы упомянули тут Ли Освальда и убийство Джона Кеннеди, понятно, что есть вопросы. И тут можно говорить о каких-то двух параллельных аспектах. Можно говорить о позиции Гали и о том, что там случилось. Мне проще говорить о позиции Гали, потому что это вещи, которые я знаю, о том, что там случилось, что-то мы знаем. Есть очевидные факты, есть менее очевидные факты, а есть домыслы и спекуляции. Есть вообще, как бы, вымыслы, которых очень много и которые, как бы, расходятся. Поскольку никто ничего толком, по-настоящему никогда не расследовал, пытались. Ну, в общем, расследования не было. То этих домыслов и ложных идей очень много. Так вот, что касается Игаля, он не раскаивается. Он пошел на это, потому что он видел в этом единственную возможность остановить надвигающуюся катастрофу, катастрофу норвежских соглашений. Я не знаю, как бы, столько лет уже прошло, очень многие тут вообще не помнят, что это. Ну, то есть помнят. В общем, все сейчас понимают, что это было событие, ну, так, отрицательное. Ошибка, преступление там, как бы. Ну, скажу так, что норвежские соглашения... Ну, вы меня останавливаете, задавайте вопросы. Да-да-да, ничего-ничего, я с удовольствием слушаю. Дело в том, что я, по ходу, может быть, буду что-то комментировать, но известно, что норвежские соглашения, по понятным причинам, спустя годы все поняли, скорее всего, их разрушительную силу, которую и те, в общем-то, невзгоды, которые принесло оно для народа Израиля, скажем так. Ну, смотрите, что получается. Извините, можно я только два слова вас перебью? Конечно, конечно. Извините, с одной стороны, да, подавляющему большинству, кроме, ну, так сказать, совсем упёртых фанатиков, понятно, что это была, ну, ошибка или преступление, мы как бы сейчас не будем говорить, но это было негативно. Тем не менее, люди упускают из виду следующую вещь. Когда говорят про отрицательные последствия ОСЛА, норвежских соглашений, говорят про две тысячи убитых, про десятки тысяч раненых, про, там, миллиарды растраченных денег. Но на самом деле последствия гораздо глубже и гораздо шире. Вот то, что сегодня происходит в Газии, это тоже последствия норвежских соглашений. Конечно. И люди упускают, ну, как бы, упускают многие, как бы не понимают, что норвежские, что это могло пойти по совсем другому пути. Могло быть в тысячу раз хуже, потому что, если бы это пошло по другому пути, то то, что сегодня происходит в Газии, происходило бы в Иудее и Самарии. И не только бы оттуда летели на сотни ракет, а было бы у нас арабское государство от Ливана до Египта с возвращением беженцев. И это не пошло по этому пути. Мы не знаем, почему. У нас, как известная история, не знаю, слагательного планета, это всем известно, но когда Игаль думал о предотвращении катастрофы, он думал только об этом. Это не было убийство из ненависти, это не было убийство из мести. Это была попытка предотвратить катастрофу, которая не сводилась с взрывающимся автобусом, хотя это тоже было ужасно. Это было ужасно. Но ужаснее было то, что план поэтапного уничтожения государства Израиль, который арабы не скрывали, да и, в общем, тут тоже многие понимают, что происходит. И не скрывают по сей день это все. Но вот вы сказали слово «месть», и оно у меня сидело в голове еще до начала нашего разговора. Почему? Потому что мы знаем, что существует правосудие. Это понятно. Мы знаем, что в юриспруденции есть определенные законодательные акты, которые по тем или иным видам преступлений человеку назначаются то или иное наказание. Это мы все знаем. Но в данном случае вот то пожизненное, которое получил Игаль, да? Да. Оно выглядит... Ну, правильно, убили премьера. Ну, все понятно. Но оно выглядит в какой-то степени как месть человеку. Я понимаю, это общественное мнение, когда на радость арабскому миру еврей убил еврея, тем более премьера, это же мечта, какой бы он ни был убить такого, да, персонажа. Но с другой стороны, мне всегда кажется, что жизнь, даже премьера, это жизнь одного человека, да? И то же самое, жизнь любого другого человека, она также ценна. То есть, не хотел бы углубляться в тему Альталена и так далее, когда арабин командовал тем, что тоже убивали евреев. Ну, и не знаю, может, в какой-то степени не хотелось говорить громко там про возмездие, громко про то, что вот он вел страну не в том направлении, и Галь по-своему решил остановить, как он это мог, ну и так далее. Но вот ощущение вот мести, есть ли у вас такое ощущение, что это именно месть к нему? У нас на эту тему говорится очень много слов. Вы знаете, что принят закон, который называется закон Иголи Амира, это закон, который принят ретроактивно, согласно которому человек, который убил премьер-министра, причем только премьер-министра, президент, например, нет, или министр, и только по идеологическим соображениям, это пожизненное, его комиссия не рассматривает, не поднимает вопрос об амнистии, и это как бы пожизненное заключение, которое должно быть пожизненное, в отличие от других случаев, где 25 лет, и какие бы ни были жестокие убийства, пусть это будет убийство, не дай бог, детей, изнасилование, все что угодно, и как вы упомянули, про арабских террористов, которые могут получать десятки пожизненных заключений, мы видим, и они знают, что они выйдут на свободу, как вышел Самир Кунтар, который разморжил голову на глазах у отца, голову девочки маленькой, или вышел на свободу тот вот, которого сфотографировали с окровавленными руками во время линча в Рамале, когда они растерзали двух резервистов, и вот эти вот двое юных подонков, которые вырезали целую семью, семья Фогеля, они не вышли, но они уверены, что они выйдут, они выйдут во время какой-нибудь сделки, или какого-нибудь акта доброй воли, так называемого. И Галь, это на сегодняшний день единственный заключенный, который, по их мнению, должен оставаться в тюрьме до последнего дня. Значит, дальше произносится много всяких слов, типа там, он убил демократию. Кроме того, что это бессмысленная формулировка, но она бессмысленная. Но если уж мы ее применяем, если кто-то там убивал демократию, то уж подобраться мне, это было рабиное правительство, которое вели себя совершенно антидемократическим образом, начиная от переговоров, запрещенной, выведенной за рамки закона террористической организации, и от принятия кардинальных решений, определяющих судьбу всего народа на арабских голосах и на голосах перебирщиков, так называемых. И все протесты, которые были, игнорировались. Это было ощущение, вот те, кто жили тогда, они, безусловно, это помнят, было ощущение полного отчаяния, потому что невозможно было никакой протест, голодовки, демонстрации, сотни тысяч людей. И, ну, естественно, это просто как бы средство массовой информации, которое сейчас, может быть, чуть-чуть меняется, а тогда, ну, никакого плюрализма там не было вообще поменее. То есть, понятно, что это все полностью игнорировалось и замалчивалось. И Галь много раз говорил, что если бы была хоть какая-то возможность демократического влияния, то он бы никогда не пошел на этот шаг, он же был совершенно нормативным человеком, абсолютно. Человеком, который учился на студентом юрфака, который отслужил в боевых частях в Голландии и никогда не совершал ни одного противозаконного поступка. Вот. Значит, да, это понятно. На самом деле абсурдность, конечно, ситуации, но мы, откуда корни это идут, мы знаем. Мы сталкиваемся с этим и в Америке, потому что масс-медиа, они принадлежат, как правило, людям левых убеждений, и они рулят процессом. То есть, вот я так понимаю, что и то, что я читал, что у Игалии и сторонников, вот взглядов подобных, у них просто, ну, как, скажем, просто не было некоего выхлопа, потому что они не могли донести никак то свое отрицание. Понимаете, это не просто Игалии и его сторонники, это было больше половины страны, больше половины народа, которые, но я не буду вспоминать все эти знаменитые высказывания по типу того, что могут вращаться как пропеллеры, и, ну, мы все это помним. Да. Это не то, что была кучка, это наоборот, больше половины народа чувствовали, что они не могут ничего сделать. Правильно, ну, больше половины, может быть, все-таки я почему выделяю, потому что большая часть, скорее всего, не отважилась бы и не пошла бы на какие-то экстренные вещи, но они поддерживали это как идеологически, то есть они были, но представляете ту самую ситуацию, вы лучше, чем нам издалека это видится вам, что люди пытаются донести свой голос и и дать правительству шанс подумать, прежде чем чего-то делать, потому что правительство для того и существует, чтобы, в общем-то, волю народа осуществлять, а не свои какие-то узко такие направленные мнения притворять жизнь и видеть это в дальнейшем виде соглашений с явными врагами, которые, как жизнь показала, действительно не принесли ни мира, а принесли дополнительные жертвы. Проблема в том, что это были шаги, которые не просто приводили как бы там к мгновенным вселению, вспышкам террора, это были шаги совершенно необратимые, и эти люди не скрывали, люди, вот эти так называемые архитекторы осна, архитекторы норвежских соглашений, они не скрывали свой замысел сделать соглашения необратимыми, подписать соглашение по голландским высотам, привести к соглашению, норвежскому соглашению, ну вот, подписание ослаба, это потом территориальная непрерывность, это вещи, которые нельзя было развернуть спять, и принимать такие решения на минимальном парламентском большинстве, игнорируя волеизъявления большинства народа, или по крайней мере половина народа, хорошо, половина народа, вы говорите про ненависть, у нас тут, я чуть-чуть отклоняюсь в сторону, мне кажется, что это имеет значение, у нас тут есть такое расхожее клише, что якобы пули всегда летят в одну, значит, политической жизни Израиля, пули всегда летят в одну сторону, то есть имеется в виду, что они летят что если кто-то применяет насилие или агрессию, это право против левых, но это, я бы сказала, что это как бы, это клише лживо от начала до конца, потому что, ну, оставляя в стороне случай с Йоной Аврушми, который там бросил гранату во время демонстрации Шалома Шал, и там был убитый активист, так что Йоной Аврушми человек совершенно маргинальный, мы даже не знаем какие-то взгляды он много раз выражал раскаяние, и в общем, как бы это случай маргинальный, но если мы берем историю Израиля и до возникновения государства, то все было ровно наоборот, пули всегда летели слева, направо, начиная от убийства Дэхана, которого убил командир Аганы, и, соответственно, деятели Аганы, которые арестовывали, пытали, убивали, издавали англичанам, британцам, своих политических противников из Эцелле и Лехи, Сезон, естественно, Альталена, которую вы упомянули, и Бегин, ну вот, Исраиль, да, пишет об этом в своей книжке, он ради сохранения народа, там не было сделано ни одного выстрела с другой, с противоположной стороны, он плакал в микрофон, и он призывал к единству, и так далее, но кроме всего этого, есть еще возможность как бы, ну вот, мы знаем, что вот социалисты, с которыми мы здесь имеем дело в Израиле, для них власть является настолько наивысшей ценностью, что ради власти, к сожалению, эти люди готовы на все, иногда они это достигают чужими руками, ну скажем, Раби Кахана убил не евреи, его сын и невестку тоже убил не евреи, а арабские террористы, которых сюда привезли, те, те, кто привезли. И вот эта вот ненависть, собственно, то, что сделала Галя, это отчаянная попытка, это единственная, может быть, попытка оказать какое-то сопротивление, ну вот, я не говорю о результатах, но это какая-то отчаянная попытка сопротивления, единственная за все это время, и понятно, что это вызвало совершенно безумную ненависть, другое дело, что эта безумная ненависть, она оказалась направлена на него, но вообще-то он их не интересовал, потому что почему он должен был их интересовать? Ну какой-то там молодой парень, молодой парень, конечно, ну господи, ну кого он интересовал, его их интересовал, чтобы он сказал, и вообще, чтобы доказать, что это там Биби, что это правый, что это равина, что это правый, лагерь. Но что касается Галли, он отказался играть в эту игру. Он мог бы таким образом дать... Понятно, что не было бы этого закона. Понятно, что были бы совершенно другие условия. Понятно, что если бы он все время, все это время не говорил, что это он и только он и только его ответственность, он бы не вызывал такую ненависть. Конечно. Но просто он такой человек, который будет подлостью и предательством покупать деньги. К большому сожалению, действительно, если мы берем людей и правых взглядов, то для них интересы страны выше и людей, несомненно. И поэтому они всегда говорят своим оппонентам, мы готовы работать вместе, но над решением проблем. Для левых не существует никаких преград. Можно положить неважно, сколько людей в жизни. Можно что угодно, лишь бы добиться своей цели, и при этом они готовы раскрыть объятия врагам, но только добившись своей цели. Спасибо, Лариса. Мы сейчас должны на несколько минут уйти на рекламную паузу, послушать очень важное объявление, а потом мы откроем линии и, возможно, получим какие-то вопросы от наших слушателей. Возвращаемся в программу радиоблог с Игорем Цесарским. Напомню, телефон студии 847-400-5200. Как раз наступил тот момент, когда вы можете позвонить и задать ваш вопрос. У нас есть звонки, если вы не возражаете, Игорь. Да, пожалуйста. Единственное напомню, что у нас на связи Лариса Амир, Израиль. Добрый день, пожалуйста, Филип. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, Лариса, Василиюшу убил премьер-министра? Не знаю. Не могу вам ответить, и вы знаете, он тоже не знает. Он тоже не знает. Мы знаем, что официальная версия, она не выдерживает никакой критики. Там есть очень много противоречий. Но что там произошло на самом деле, ну, как он может судить? Он знает, что он нажимал на курок. То есть он стрелял? Да, он стрелял. Он знает, что даже когда он стрелял, даже если он не убил, он пытался убить. Смотрите, это тоже не совсем точно. Я не хотела здесь... Хорошо, я вам тогда другой вопрос задам. Скажите, по законам Израиля, возможен самосуд. Самосуд? Нет, самосуд ни по каким законам невозможен. Но где вы тут видите самосуд? Это то, что хотел сделать, возможно. Интересная. Вообще оценка. Нет, мой муж не собирался никого судить. Он не был судьей. Это не было наказание. Это не было возмездие. Он пытался остановить процесс, который в глазах очень многих людей, граждан Израиля, приводил к самым гибельным последствиям. И, собственно, его целью было спасти жизнь других людей. Давайте примем следующую звонку. Да, попробуем. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, Мариса, у меня несколько вопросов. Вот один вопрос. Почему ваш муж решил, что зло в Рабине? Мне кажется, Рабин сделал это все по глупости. Основным злом был Перес. И мне кажется, что стрелять надо было именно в него, потому что он уже очень много беды принес Израилу после этого. Смотрите, это как бы трудно входить в эти соображения, но, опять-таки, я знаю, что Игаль принял это решение, потому что Рабин на самом деле фигура для Израиля знаковая. Рабин, то, что называлось на еврейском армбитахон, это человек, который ассоциировался с боевой генералом. У него была репутация боевой генерала. И эта репутация, она на самом деле, вот доктор Уильям Эльштейн написал на эту тему, она основывалась, ну, в общем, она была не совсем оправдана, мы не будем про это говорить. Важно, что большинством израильтян он воспринимался как человек, на которого можно положиться в вопросах безопасности. Поэтому он победил на выборах 92-го года. Поэтому его имя было связано с освобождением Иерусалима, хотя в войне 67-го года, в шестидневной войне, мы знаем, что у него был нервный срыв, он не функционировал. Но, тем не менее, эта победа потом была связана с его именем, задним числом. И народ ему верил, изначально, по крайней мере. Потом уже нет. Но, тем не менее, шансы его победить на выборах были значительно больше, чем Переса, который был крайне непопулярной, одиозной фигурой. Теперь у меня еще один вопрос как бы личного характера. В моих глазах вы как бы больше, чем декабристка. Жены декабристов шли за своими мужьями в Сибирь, они уже были женами. Вы выбрали такую судьбу уже как бы спустя время какое-то. То есть могли распорядиться по-разному. Вот у меня в связи с этим такой вопрос. У вас любовь была еще до этих событий, из-за которых ваш муж попал в тюрьму? Или это все возникло позже? И кто как бы был инициатором возникновения вашей семьи? Да, интересный вопрос. Я Ларисе буквально, ну не этими же словами, но вот про декабристок вспомнил тоже. Так что это вот довольно любопытно. Ларис. Я, Игорь, вам сказала, что я никакая не декабристка, я сижу у себя дома, отнюдь не в Сибири, я сижу у себя в удобном доме в Рамоте, в Иерусалиме. Мне очень тяжело, что вот такая ситуация вокруг Игали, мне очень тяжело, что не удается ее никак изменить, и вот это такой тупик. Но какая я декабристка? Да, я приняла это решение. Это было сознательное решение. Нет, мы не были знакомы до того. В смысле, до его поступка, до того, как он попал в тюрьму, но до того, как мы приняли решение пожениться, мы были знакомы уже, то есть мы общались уже несколько лет. То есть мы достаточно прилично друг друга знали. И предложение, как и положено, сделал он. Правда, он сопроводил это словами, что долгим пояснением, как это будет тяжело и трудно. Ну, в общем, это было понятно. Ну, тем не менее, это случилось. Я снял мне телефон, сопроводив это слово, то есть сделал предложение, и дальше полчаса объяснял, что меня ждет. В общем, это было и так понятно. И это действительно было, как бы, было очень много унижений, это было очень много грязи, и всего, что с этим связано. В общем, я ни на минуту не пожалела, и сейчас не жалею. Если я о чем-то жалею, то о той ситуации, которая есть. Но не о своем решении. Да, и, наверное, все-таки, конечно, все эти годы, которые он находится в тюрьме, зная, что у него есть такой человек, как вы, это его тоже придает ему достаточно все-таки сил, чтобы держаться, и чтобы как-то... Ну, у нас есть общий сын, которого очень-очень много. Тем более, что... Я бы хотела, чтобы был не один сын, и он бы хотел, но то, что есть сын, это чудо, потому что, как бы, были предприняты все усилия для того, чтобы этого не было с той стороны. Но, в общем, я благодарна Всевышнему, что это так, и это нас обоих очень поддерживает. Да, ну, насчет изменения ситуации. Конечно, мы понимаем, когда мы говорим сегодня, что будь несколько даже иные законы, то я ни на секунду не сомневаюсь, что его бы ждала бы смертная казнь куда скорее, чем, опять же, тех же палестинских, так называемых палестинских, арабских террористов, которые, ну, по локоть, чьи руки в крови. Но смертной казни не существует. Соответственно, существует вот это пожизненное заключение. Но вот хотелось бы все-таки знать, что насколько вы видите внутри, вот как вам кажется, есть ли шанс, есть ли все-таки какие-то надежды. Вот меняется ли каким-то образом общественное мнение, которое может когда-то привести к изменению того самого закона, о котором вы упоминали. Я думаю, что ответ «да». Да, конечно. Прошло очень много времени. И тот страх, который был у людей по разным причинам, страху вообще упоминать его имя, сейчас этого гораздо меньше. И, ну, я не хочу сравнивать, но даже когда мы говорим про арабских заключенных, у них есть очень сильная общественная поддержка, есть организации, есть финансирование, за ними стоят силы. Тем не менее, как бы мы можем говорить, что, ну вот, есть очень много людей, которые, в принципе, до сих пор понимают, почему Николай Амир пошел на это, и которые могли бы поддержать его освобождение. И в чем-то это на самом деле зависит от активности этих людей. Если люди будут... Смотрите, за все эти годы не было ни одного политика, ни одного депутата Кнессета, который его посетил в тюрьме. Притом, что посещают тех же террористов, посещают не только арабские члены Кнессета, посещают члены Кнессета от воды. Мы вспомним про Марвана Баргути, которому было паломничество членов Кнессета. В тот момент, когда будет какая-то поддержка общественная, когда люди, которые сейчас уже меньше боятся, будут рассказывать это вслух просто про какое-то восстановление справедливости, я думаю, что тогда будет шанс, что найдутся такие политики и будут шансы на изменения. Ну вот в чем проблема, как мне видится еще. Был документальный фильм, но который снят, опять же, не израильтянином. Понимаете, вот публикации какие-то, но опять же, не в стране, где хотят разобраться, где хотят, в общем-то, ну, из того даже, что я читал, вот возвращаясь даже к тому же дню трагическому, что первым делом сказала супруга Рабина, вот ее фразы, там вся эта история с холостыми патронами и так далее. Мы сейчас не будем углубляться, на самом деле, кто захочет, тот прочтет. Подробности, они есть. Их можно легко найти в интернете. Если это кого-то интересует, я могу ответить на то, как это нам видится. И, опять-таки, Галь не хочет создавать впечатление, действительно, он не хочет уходить от ответственности, потому что, да, он на это пошел. Тем не менее, есть вещи, которые невозможно отрицать. Есть вещи, которые, как бы, выстрел был сделан по показаниям баллистической экспертизы, выстрел был сделан с нулевого расстояния, он не был на нулевом расстоянии. Это подтверждается миллионам вещей. Есть показания охранника Рубина, которому версия менялась три раза, которые там тоже сплошные противоречия. Есть еще факты. Есть, кроме этих фактов, очень много вымысла и домыслов, и там, как бы, к сожалению, люди уже не могут отличить, где правда, где правда, где ложь, ходят масса неверных слухов. И, тем не менее, ну, мы пытались что-то с этим делать. Опять-таки, это не та вещь, с которой Галь вот как бы будет бороться вот прямо так, потому что его целью не является выйти из тюрьмы любым способом. Но, тем не менее, есть действительно эти факты. Он в свое время обращался к юридическому советнику с просьбой получить рентгеновский снимок Рабина, который не был предъявлен на суде. Это полностью проигнорировали. Было несколько попыток там с адвокатами, с какими-то еще группами. Пока, ну, наша судебная система, она, к сожалению, она является частью вот того, вот того вот истеблишмента, который не меняется демократическим путем и который вы говорили бы, я думаю, что это знаете. Для истеблишмента удобно, наверное, так, как есть. Господа, у нас есть еще звонки, если вы не возражаете. Пожалуйста, конечно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло? Да, пожалуйста. День. Я хочу связаться с этой женщиной. Вы сейчас в прямом эфире, вы можете задать вопрос или спросить. Добрый день. Вы не слушаете то, что там идет у вас задержка, потому что... я уже... Минуточку. Я с большой симпатией отношусь к вам... Спасибо. с большой симпатией отношусь к вам и к вашему мужу. И еще тогда я не порицала его. Вы не слушаете то, что там идет у вас в источнике вашем. Вы через телефон говорите, потому что там идет с задержкой. так... А, с большой задержкой. Да. Дай Бог вам и вашему мужу много здоровья. Спасибо. Спасибо вам большое. Амэн. Вам тоже на всех добрых вестей. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Сереж, если есть звонки, пожалуйста. Нет, давайте продолжим пока. Да, продолжим. Ну, вот хорошо. То есть, приятно, когда все-таки кто-то из слушателей входит и в положение и все-таки выражает свое сочувствие и понимание. Ну, мы продолжим. Да, так опять говоря об общественном мнении. О том, все-таки которым можно так или иначе крутить и вертеть теми самыми технологами, работающими на тот самый упомянутый истеблишменты. Что такое истеблишмент, там понятно, что тут не просто исключительно люди левых взглядов, которые, мы уже говорили о них, там, к сожалению, и те, кто называет себя центристами, и даже и те, кто называет себя правыми, просто удобно, когда есть такой эгалемир, которого вот уже тот самый ярлык повешен, и кому же это интересно потом, спустя годы, признавать, что там может быть не все так, не совсем так, не совсем правильно проведено, допустим, расследование и так далее, и так далее, да? То есть удобней, чтобы человек сидел, тем более человек, который, как вы заметили, не стал подыгрывать, то есть не стал, иначе говоря, как бы тащить за собой, да, весь правый фланг, говоря о том, что он часть такого вселенского заговора правых против политики левых, ну, как-то вот так, да? Да, да, совершенно верно, смотрите, соглашения, те же самые норвежские соглашения, мы с вами как бы в какой-то момент упомянули, что всем понятно, что это было негативно, привело к негативным результатам, но ведь никто не понес за них ответственность, это вот как бы выражаясь, никто абсолютно, наоборот, люди, которые в этом участвовали, то есть кто заплатил цену, жертвы, их семьи, ну, сам Рабин, можно сказать, в каком-то плане, ну, и Галя Амир, как человек, который пытался это отвратить, все, все остальные, наоборот, как бы продвинулись, пошли на повышение, заняли высокие посты, даже если мы считаем, что это было ошибкой, преступная халатность, я не знаю, когда инженер строит мост, и мост рушится, инженер несет за это ответственность, на норвежские соглашения ответственность не понес никто, наоборот, это с одной стороны, а с другой стороны, с другой стороны, да, действительно, как бы правому лагерю удобнее это все оставить позади, потому что вот та ненависть, с которой они столкнулись, удобнее эту страницу закрыть, и чтобы она осталась где-то в прошлом. С другой стороны, даже если мы говорим о повторной суд, ну, это не очень, как бы, ну вот, это проблема с нашей судебной системой, тем не менее, и тем не менее, там было столько неувязок, столько неурядиц, и там участвовали все абсолютно, и судебная система, и полиция, средства массовой информации, и сейчас у нас говорится о том, что в судебной системе необходимы реформы, вплоть до самых, ну, таких активных, революционных, и это вещь, которая могла бы очень сильно помочь, потому что это то, понимаете, вот это вот, как, ну, ну, вот, вот, то ли соглашение ОСЛ, то ли то, что было накручено вокруг того, что произошло 4 ноября, ну, это как бы, может, оно и скончалось, но это затолкали под ковер, но оно там гнило, это разлагается, вы извините за такой неаппетитный пример, и это, какая будет атмосфера в салоне, под ковриком, который вылежит, вот так вот что? Ларис, вот даже в этой связи вспоминается еще одна нашумевшая история, и она, конечно, ни в коем образом, я даже не сопоставляю, но я скажу вам фамилия Задорова, вот та же судебная система, потому что человек сколько тоже, уже сидит там довольно долго, и ситуация у него практически тоже безвыходная, потому что очень многим неудобно признавать, что что-то там было не так сделано. И ты абсолютно права, это очень хороший пример, потому что это как бы пример, ну, то же называется противного, в смысле того, что здесь это не политическое дело. Да. Вроде бы как нет заинтересованных, как бы заинтересованных там каких-то интересатов, вроде как нет. Есть совершенно четкие улики. Семья убитой девочки, ну, сейчас мама поддерживает это расследование. и тем не менее, Шайни Цан, который у нас главный прокурор, говорит, что это угроза демократии, вы знаете, у нас все время одни и те же штампы. Угроза демократии. Ну, я думаю, там есть мощное движение, я думаю, что это рано или поздно приведет к какому-то результату. Ну, так, знай, это все-таки Израиль, это не, может быть, в Советском Союзе это бы и не привело. Здесь, наверное, приведет, это вопрос времени, потому что даже Амус Баранус, а это было давно, но он доказал свою невинность. Это вопрос времени. С Игалем это тоже может быть вопрос времени, другой, что хватит ли это как бы на жизнь нашего поколения или нет. Да, вот, к сожалению, года три, но, но. Извините, но хотелось, чтобы да. Тоже вот, услышав ваше да, на мой вопрос, что верите ли вы в какую-то вот вообще, что что-то изменится, да, я услышал вас, то есть, и я думаю, что в принципе, вот та тенденция, которая идет в мире сегодняшнем, да, опять же, во многом связанная с приходом такого политика, как Трамп, и как некоторые последователи президента нынешней Бразилии и кое-кто в Европе, то есть, некий вот такой, ну, скажем, модное слово тренд, но он наконец наметился, но он еще очень-очень-очень ненадежный, очень, на мой взгляд, такой слабый, но надежда уже появилась, что будут вот этот слом вот этих настроений, которые не позволяют, вот как вы говорите, угроза демократии, что угроза восстановить справедливость по отношению к тому или иному человеку, это угроза демократии? Не, ну это абсурд. Я совершенно с вами согласна. Совершенно с вами согласна. Другое дело, что те переменные, они, в общем, до нас, как правило, доходят с некоторым запозданием по фазе, но... Ну, как и мода, наверное. Да, возможно. Возможно. То есть, я понимаю, что каждый новый день, это, с одной стороны, еще один день, прожитый вот так, в разлуке, условно говоря, да, и, и тем не менее, каждый новый день все равно рождающий новые надежды. Все-таки. И я думаю, что вот выборы нынешние в Израиле, они тоже в какой-то степени дают такую надежду, потому что, ну, не случилось вот отхода, по крайней мере, от политики, которая все-таки больше в сторону реализма, в сторону того, что несут с собой политики права толка. Ну, видимо, да, будем надеяться, вы совершенно правы, насчет того, что каждый день несет надежду, и мы верующие люди, мы надеемся, что как бы с Божьей помощью что-то изменится. Давайте попробуем принять еще звонок. Да, и давай попробуем. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, я с сочувствием отношусь к вам, но без сочувствия к вашему лужу. Почему? Потому что я не думаю, что любой суд спешит вынести приговор без какого-то либо следствия. Поэтому, если убили генерала в войне, то это не убийство солдата. Премьер-министр Израиль это генерал своего рода, который управляет государством. И убить его это значит изменить курс страны. Возможно такие варианты. Уже на протяжении нашей жизни мы видим, как один человек, будучи генералом в государстве, я имею в виду президентом, менял курс своей страны то ли в лучшую сторону, то ли в худшую сторону. Поэтому, извините меня, но вы должны четко отдавать себе отчет в том, что у вас супруг. Если же вы как выглядите, что к нему поступили несправедливо, то лучше бы это сделал лойер, но, опять-таки, я не верю в то, что лойер не имеет возможности добиться пересмотра этого дела, имея на руках какие-то доказательства дополнительные. Спасибо за ваш вопрос. У нас буквально пару минут, Лариса. Ну, я думаю, у вас есть, что ответить. Простите, пожалуйста, я не раз слушала вторую половину этого вопроса. Если бы... Ну, имеется в виду, что да, что было бы несправедливо, и тогда кто-то из адвокатов может вполне оспаривать и так далее. Ну, наш слушатель считает, что все сделано законно, что следствие проведено, что суд постановил, и он за дело сидит. Вот как-то... К сожалению, закона там не было и близко на суде, но об этом мы уже говорили, об этом можно говорить очень долго. А что касается попытки изменить курс Дакаблата Мариевича, и это некоторое последнее средство, опять-таки, история рассудит. Я могу сказать, что в любом случае на сто процентов намерения у этого человека были спасти других людей и остановить катастрофу, а дальше уже бог судья и история рассудит. Ну, что мы можем? Да, возможно, он не самый лучший путь и не самое лучшее средство принял, это понятно. Тут никто... он видел, Игорь, смотрите, других на тот момент с его точки зрения других не было. На самом деле был полный тупик, было полное отчаяние, и не только по его ощущениям. Я тогда была в стране, я больше 30 лет уже здесь. Это было полное отчаяние. Ну, поэтому он пошел на такой крайний шаг, потому что как бы нечего было терять с его точки зрения. Опять-таки, кто тут судья? Да, бог всем судья, и ему в том числе, и нам с вами. Спасибо, что вечером вы были с нами этот час. Всяческих вам благ. Спасибо вам большое. Дай бог, чтобы было все по справедливости, в данном случае тоже хотелось бы сказать. Счастливо. Большое вам спасибо. Удачи, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова